История восхождения японского таланта Абы Хифуми на Олимп берет свое начало с декабря 2014 года, когда 17-летний Абы выиграл первый взрослый турнир. И это был большой шлем Токио. И самое главное, кого он победил на этом турнире. Это был Массаж Ебинума. На пике своей карьеры действующий чемпион мира, фаворит категории и один из первых номеров мирового рейтинга. А теперь давайте перенесемся в 2017 год в столицу Венгрии, Будапешт. Тогда Абы впервые сражался на взрослом чемпионате мира. И это было настоящее зрелище. Уже тогда Хифуми познакомил всех со своими бросками за два рукава. А четвертьфинал против легенды дзюдо украинского грузина Георгия Зантарая был просто в феноменале. При всем уважении к Зантарае, Абы не оставил ему ни единого шанса, трижды бросив украинца, в конечном итоге исполнив бросок через спину, который можно смело добавить в один из самых красивых бросков десятилетия. Затем в полуфинале Абы расправился с грузином, в Аже Маргалашвили и, наконец-таки, финал против россиянина Михаила Пуляева. Абы без проблем исполнил свою коронку Соды Цурюкоми Гоши и уложил на Япон россиянина и оформил первое в своей карьере чемпионство мира. 2018 год, Баку, чемпионат мира. На этот раз наш герой летит защищать свое право носить красную нашивку на спине. В своей же манере Абы проходит предварительные схватки, используя броски за два рукава. А в финале Абы встретился с казахом Ирланом Сарикжановым, которого он бросил на Япон с помощью Учимата. Кстати, подхватом Абы бросает крайне редко. 2019 год. Родина дзюдо Токио. Один из переломных моментов в карьере Хифуми. В третий раз он едет защищать свой титул. Уверенно доходит до полуфинала, где ждал его, возможно, самый главный в карьере соперник. Его имя Джоширо Маруяма. И в дополнительное время Абы проигрывает и теряет свой титул. И, как тогда многим казалось, теряет возможность сражаться на Олимпиаде. Тогда Абы выиграл бронзу у Ломбарда в очень тяжелой схватке и в слезах покинул арену Ниппон Будокан. Осака Большой Шлем 2019. Несколько месяцев после чемпионата мира. Снова два ненавистных соперника Маруяма и Абы заявлены на турнир. Оба доходят до финала. И тогда уже было видно, что Абы очень хорошо выучил своего оппонента. Снова финал между ними. Снова в Японии. Маруяма в своем привычном стиле стремительно и резко подлетает к сопернику, заходя на подхват. И Абы был к этому готов. Он сконтрил Маруяму четко на Вазаре и ушел победителем. И тогда было ясно, что олимпийская мечта Абы все еще жива. Он взял долгожданный реванш. И наконец-то 2020 год. Сумасшедший год. Первый в истории турнир по дзюдо одного матча. Кто победит, тот и едет на Олимпиаду. Снова Япония, снова Абы и Маруяма. И 20 минут лучшего дзюдо, которое я видел в своей жизни. И Абы это делает. Он выбарывает возможность бороться на Олимпийских играх от Японии и возможность исполнить свою мечту жизни. Абы снова в слезах, на сей раз отчасти. 2021 год. Турнир Большого Шлема в Анталии. Крайний турнир для Хифуми перед Олимпиадой. На этом турнире Абы не оставил никому шанса. Смел всех соперников на своем пути. А борца из Великобритании вовсе отправил в нокаут с помощью броска за два рукава. А в финале красиво исполнил подсечку против испанского фаворита Гайтеро Мартина. Ау-Чи изменил направление, а Абе изменил направление, чтобы выиграть в Вазари только в правильном часе. Затем длительная подготовка, изнурительные тренировки, сотни тренировочных встреч и тысяч исполненных бросков перед своей заветной мечтой. Золото Олимпиады. Слишком много внимания приковано к этому парню. Слишком долго он к этому шел. И после гегемонии с Муруямой он не имел право подставить свою страну. Он должен стать олимпийским чемпионом. Предлагаю вам посмотреть небольшую нарезку того, как Абе тренировался, прежде чем добиться всего. Абе тренировался. Ну и вот наконец Олимпиада. И честно сказать, Абе приятно удивил. Он не оставил никому шанса, уложил почти всех соперников на Япон и бросал почти во всех случаях за два рукава. Настолько отточен его коронный прием, что даже на Олимпиаде ему не смогли составить оппозицию. Кадры с Олимпийских игр показать я не могу по причине авторских прав. Это был Абе Хифуми, олимпийский чемпион весовой категории до 66 килограмм и его история восхождения на Олимп. Всем спасибо за внимание.